Конечно, я утрирую, что ограбила. Просто случайно попала в мастерскую к художнице, которая не только расписывает сам фарфор, но и преподает именно роспись по фарфору. Естественно, я ушла не с пустыми руками. Всем привет! Вы на канале Антик Бутик. Меня зовут Валерия. Сегодня покажу, чем пополнилась моя фарфоровая коллекция. Все, что вы увидите сегодня в видео, можно будет приобрести. Напомню, что на всех предметах ручная роспись. Смотрим. Я уже не раз рассказывала, что часто мануфактуры выпускают чистый фарфор, который потом приобретают декораторы, чтобы поделиться своим искусством. Поэтому мы начнем именно с такого чайника сахарница и парочка чашек. Я приобрела их в той же мастерской. Эти очаровательные предметы были созданы на немецкой мануфактуре Людвигсбург во второй половине прошлого столетия. Конечно, напрашивается вопрос, почему я их приобрела без декора? Дело в том, что в мастерской художницы планировался переезд, и некоторые предметы были выставлены на продажу, чтобы перевозить вещи стало легче. Увидев этот чайник, я не смогла пройти мимо. Предметы мануфактуры Людвигсбург попадаются очень редко. Сейчас расскажу, почему. У этой мануфактуры было две жизни. Первая пришлась на период с 1758 по 1824 года. Фарфор выпускался очень высокого класса и себя, к сожалению, не окупал. Изначально мануфактура была прихотью Карла Ойгена, герцога Вюртемберга. И он ее активно спонсировал. Потом это делали его последователи аж до того момента, пока к власти не пришел герцог, который фарфором не интересовался совсем. Дотацию он прекратил, мануфактуру закрыл, а все, что имело ценность, рецепты фарфоровой массы, молды, образцы декора, заархивировал. Второй период жизни мануфактура получила аж в 1947 году. Новые владельцы получили не только право на клеймо, но и право пользоваться архивом, чтобы наряду с новыми работами иметь возможность точно воспроизводить фарфор 18 века. Более того, для большего соответствия они воспроизводили фарфор вручную и был художественный совет, состоящий из экспертов по фарфору и историков искусства, который обеспечивал соответствие декора и идеальное воспроизведение старинных предметов. Поскольку историю мануфактуру была волнообразная и сложная, появилось много подделок фарфора якобы 18 века. Хотела бы уберечь вас от ошибки купить подделку и показать на примере, что покупать не стоит. Смотрите, эта статуэтка заявлена на американском ebay как Людвигсбург 18 века и просит за нее 639 долларов. И это уже с 20-процентной скидкой. Посмотрите на лица детей поближе. Они выглядят, ну скажем так, не очень аккуратно. И если вам кто-то будет говорить, что это же, дескать, 18 век, не очень умело все делали, не верьте. В 18 веке на мануфактуре работали потрясающие мастера. И напомню, что мануфактура была на дотациях, потому что очень много вкладывалось в производство на всех этапах. Поэтому такие лица не могли создать по определению. Посмотрите на колоски. Они плохо проработаны и чересчур сильно залиты глазурью. А теперь обратите внимание на яблочко на крышке чайника. Насколько хорошо и четко читаются все детали. Вот еще фотографии. Эта пара может оказаться созданной на мануфактуре Людвигсбург. Но поручиться не могу. Надо ехать и изучать фарфор того времени в музее и каталогах. А вот эти сто процентов нет. Посмотрите, какие у них плоские и неживые лица. И последняя фотография. Это принт 1910 года с чайником, созданным на мануфактуре Людвигсбург в 18 веке. Смотрите, какие формы идеальные. Кстати, декор решеточкой прошел через века. И на моих предметах он тоже есть. Все эти предметы были созданы во время второй жизни мануфактуры. В период с 1947 по 2009 года. К сожалению, более точно сказать нельзя, так как было несколько вариантов клейма, но все они ставились в этот период. Посмотрите, какие прекрасные формы у этих предметов. Даже без декора они смотрятся лаконично прекрасно. Поэтому я и не удержалась. Фарфор, расписанный вручную, это всегда прикосновение к душе художника и выражение его индивидуальности. Наверное, именно поэтому он так высоко и ценится. Это блюдо тоже было создано на мануфактуре Людвигсбург и тоже во время второй жизни мануфактуры. Но это блюдо уже с росписью. Такие теплые осенние цвета мне очень импонируют. Выглядят не совсем обычно, но очень благородно. Все предметы из этого видео расписаны одной и той же художницей. И хотя фарфор может быть от разных мануфактур, идеи декора или тона могут перекликаться. Например, как у этих фарфоровых стаканов. Здесь две серии с золотой каймой и с серебряной. Сами стаканы были созданы на мануфактуре Герольте Тау в 90-х годах. На стаканах с золотой каймой, кроме фамилии художницы, стоит дата декора – 1995 год. Стаканы с серебряной каймой были расписаны немного раньше. И несмотря на то, что это были разные коллекции, их объединяют теплые осенние тона. И даже кайма не мешает воспринимать их как единое целое. Такие уникальные расписанные вручную стаканы пополнят чью-то коллекцию фарфора. Возможно, даже мою. Когда-то в комплекте со стаканами с серебряной каймой был комплект фарфоровых рюмочек с тем же мотивом. Осталась, к сожалению, одна, но она тоже очень хорошенькая. Сегодня праздник для тех, кто любит необычные винтажные предметы и неравнодушен к красивому фарфору. Следующий предмет, который я хочу вам показать – это бутылка для ликера. Создали ее на мануфактуре Lindner, а расписала ее все та же художница, к которой я заглянула на огонек. Похожая бутылка у меня есть. У меня к ней даже идут очень забавные рюмочки для ликера, поэтому с этой я готова расстаться. Бутылка для ликера выглядит просто потрясающе. Во-первых, это формы, очень женственные, правда? И в руках держать удобно. Во-вторых, это декор. Он получился таким сочным и аппетитным, что вызывает желание есть, пить и наслаждаться жизнью. Но эта бутылка хороша не только для застолий, она скорее коллекционный экземпляр. Во-первых, фарфор Lindner ручной работы всегда высоко ценится. Во-вторых, фарфоровые бутылки крайне редко попадаются. И в-третьих, роспись, созданная художницей, делает эту бутылку уникальной. Этот красавчик тоже скорее для коллекции, чем для использования по назначению. Он совсем небольшой, как будто детский. Молочник всего лишь 6 сантиметров в высоту, а чанечек 16. И если у вас дома живет маленькая принцесса, ей такой сет очень понравится. Формы, конечно, здесь безупречны. Это абсолютно нормальный Lindner, но в миниатюре. И это классно. Кстати, большая редкость. И как часто бывает, что чем сложнее расписать предмет из-за размера, тем больше он ценится. Буду рада, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк и поделитесь этим видео в соц. сетях. Для меня это очень важно. Сегодня, благодаря тому, что фарфор расписывала художница, все предметы уникальны. Но этот сет еще и абсолютно необычный. Могли ли вы представить строгую классику, совмещенную с таким выразительным тигровым принтом. Потрясающий экземпляр. Это Фюрстенберг и их высокий класс, воплощенный в серии «Герцог Фердинанд». Серия была создана в 1780 году, когда на смену вычурным экспрессивным линиям барокко пришел классицизм с его геометрической простотой и четкостью линий и форм. И если вы посетите гранд-отель Hallegendam, что в Германии на Балтийском море, то увидите, что там посуда именно этой серии. Она, кстати, очень подходит этому отелю. В отеле эта серия, конечно же, девственно белая. А у нас с вами жгучая сафари. К сожалению, в таком стиле есть только кофейник, молочник и сахарница. Я подумала, что к этому сету подойдут чашки с позолотой, так как крышка и кофейник сахарницы щедро залиты золотом. Или черные чашки. А на сегодня у меня все. Надеюсь, видео вам понравилось и вместе со мной вы насладились оригинальным фарфором. До новых встреч! Пока-пока!